В одном строю саночники и грибцы, спортивные гимнасты и стрелки, велосипедисты и тяжелоатлеты. Они сменили спортивную форму на военную и прибыли в Сочи на одну неделю проходить ускоренный курс молодого бойца. Занятия по строевой и огневой подготовке и изучению воинского устава. Новобранцы роты ЦСКА – это спортсмены высшего уровня, победители российских, европейских и мировых чемпионатов. В строю только члены сборных команд страны по олимпийским видам спорта. Сегодня в программе занятий – огневая подготовка. У Антона Коротких лучше других получается справляться с боевым оружием. Еще бы, он победитель первенства Европы по пулевой стрельбе. Спорт немного схож с этим, такая же дисциплина жесткая, но здесь более жесткая, потому что армия. А так, я более-менее к этому привык, к таким уже условиям, все по полочкам. К оружию тоже привык, знаю, как с ним обращаться. Надо сказать, практика создания спортивных рот существовала и в советской армии. Первый призыв обновленных рот состоялся в мае 2013-го. После первой призывной кампании специалисты подтвердили. Особые условия службы в таких подразделениях, задача которых – непрерывность подготовки спортсменов высшего уровня, позволяет воспитывать чемпионов. Ведь для профессионального спортсмена пропускать целый год тренировок – это непозволительная роскошь. А задача у новобранцев такая же, как и у других солдат – служить стране, правда, большую часть времени, на спортивных аренах мира. Это что-то новенькое в жизни. Мы выступаем на международных соревнованиях, защищаем честь страны в спортивной форме, а теперь придется защищать честь страны еще и в военной форме. Но уже завтра, по сложившейся традиции, в Олимпийском парке Сочи новобранцы спортроты ЦСКА примут военную присягу.